А сейчас о новых спортивных победах тверичан. Российская делегация спортсменов только что вернулась из Минска с золотом. Там завершился 35-й чемпионат страны по бодибилдингу и фитнесу. Фитнес-бикини и бодибилдеры в течение двух дней боролись за звание чемпионов. В числе российской сборной президент Федерации бодибилдинга Тверской области Станислав Бржевский, который не оставил шансов конкурентам. Подробности в нашем следующем материале. Открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу, который является обязательным ежегодным событием в спортивной жизни Белоруссии, в 35-й раз собрал более 300 подтянутых и рельефных мужчин и женщин. Среди них и президент Тверской областной федерации бодибилдинга Станислав Бржевский. Нашему спортсмену попала честь не только представлять Верхнюю Волжью на белорусской земле, но и открывать данный турнир. Сейчас спорт и политика вещи едины, как оказалось. Все мы ранее думали, что это вещи разделимы, но оказалось все иначе. Сборная России, сборная команда Белоруссии не могут выступать на чемпионатах. Мы, как спортсмены, не можем выступать под своим родным флагом на международных соревнованиях. Я поехал участвовать и в рамках делегации для того, чтобы показать и сказать, что мы, белорусы, единый братский народ. Несмотря на тотальный запрет в мировом спорте, наши спортсмены продолжают выступать и показывать мировые рекорды. А поклонники спорта в России и Белоруссии смогут поболеть за своих. И соревнования в Минске в том числе этому подтверждение. Участники чемпионата продемонстрировали результаты своей работы в тренажерных залах. Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что чемпионат Белоруссии не уступает международным соревнованиям по уровню организации и проведения. Данные соревнования укрепляют не только спортивные показатели, но и дух братского народа. На данных соревнованиях, между прочим, присутствовал Алексей Шабуня. Это легенда белорусского бодибилдинга, да не только белорусского. Это один из первых бодибилдеров, который выступал в Америке на Олимпию. А это огромное достижение для атлета. И понятно, когда молодые спортсмены видят рядом таких звезд, то тоже стремятся достичь результатов. Кроме того, как отметил Станислав Бржевский, фитнес это еще и яркая пропаганда здорового образа жизни. Насмотревшись на подтянутых и упругих спортсменов, многие присоединяются к занятиям спортом и идут в тренажерные залы. Чтобы завоевать победу, недостаточно иметь гору мышц. Необходимо еще обладать красивыми формами, уметь грациозно двигаться по сцене и эффектно подавать себя. Это не просто статический показ скачков, а яркое шоу. Убедиться в этом можно лично 30 апреля на региональном турнире по бодибилдингу, посвященному Дню Победы. К участию в нем претворительно заявились спортсмены из Белоруссии и Донецка. Организатор – Федерация бодибилдинга Тверской области, в составе которой есть титулованные спортсмены. В ближайшее время я все сделаю и приложу максимум усилий для того, чтобы мы развивали и не только популяризировали здоровый образ жизни, это главный акцент, но и получали достойные звания, и чтобы наши спортсмены выступали не только на чемпионатах России, но и представляли Тверской регион на международных соревнованиях, входящих в состав сборной команды России. Менее чем за год после возрождения бодибилдинга на Тверской земле о наших спортсменах узнали и за рубежом. И сегодня есть все предпосылки, что чемпионат России пройдет именно на Тверской земле. Субтитры создавал DimaTorzok